Дмитрий Бараненко пошел по стопам родителей и уже 10 лет работает на Бобруйск-Сельмаша. Начинал грузчиком, теперь слесарь-бригадир сборочного участка. Трудится с полной отдачей. Мужчина отмечает, даже в самые сложные времена здесь есть перспектива. Последние два года тому пример. Очень многое что изменилось. Поступление новой техники, новых образцов в море. И зарплата намного увеличилась. Мне нравится, что здесь работается. Можешь даже, кто-то из моих родственников тоже будет здесь работать. Большая часть деталей отечественного и российского производства. Поэтому и санкции никак не сказались. Сменился лишь один поставщик. Раньше подшипники предприятия заказывала в Италии, теперь в Турции. В месяц здесь реализуется продукция на 950 тысяч рублей. Выпускают на сумму чуть больше миллиона, чтобы был запас. Импортозамещение у нас полностью прошло нормально. Никаких таких трудностей не испытываем. Экспорт у нас в этом году, январь-октябрь, 157,7%. Поставляем мы в страны как африканского континента, но основные, конечно, это Россия и Казахстан. В этом году на предприятии разработали, воплотили и наладили производство новой сиелки. Агрегат способен обработать до 70 гектаров за смену. Расход топлива небольшой. Новинка уже нашла своего покупателя. Последний заказ – 20 единиц. Важным ее преимуществом является то, что агрегатируется у нас трактором второго тягового класса, в частности 12-21, который очень распространен на территории Могилевской области, да и в принципе Республики Беларусь в целом. Сейчас Бобруйск-Сельмаш обновляет оборудование и занимается реконструкцией двух производственных участков. Цех лазерной резки металла планируют открыть до начала 2023-го. Осталось лишь установить станки. Предприятие, без сомнений, идет в ногу со временем. И санкции – делу не помеха.